Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Дань уважения Анаиджанин Абрамен. Прошло 63 года от событий 6-7 сентября. Бывший глава правительства Чехии. Любая агрессия США против Сирии – это нарушение международного права. Эрдоган обсудил с немецким МИД ситуацию в Иглибе. Ключ к мягкому урегулированию проблемы Иглиба находится в руках России и Турции. Специальный посланник ООН по Сирии. Ливон Миносян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Республики Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Состоялись похороны Анаид Жанин Абрамян. Себастьянка Анаид родилась в 1936 году, 22 марта. Анаид Жанин Киропян вышла замуж за Врежа Сержевича Абрамяна. В 1985 году семья Анаид Вреж и Сельен обосновались в Антибе, чтобы начать новую профессиональную карьеру. Она была активна и решила продолжить свою профессиональную деятельность в возрасте 59 лет для нужд правителя Катара и его семьи в течение десятилетия. Будучи выцепрезидентом армянского кружка Мандельо Ланапуль, она на протяжении последних десятилетий воссоединяет память о ветеранах и воинах Западной Армении и Арцаха. Она следовала за своим мужем в Режем во время многих церемоний, с гордостью вознося флаг Западной Армении. Из-за серьезной болезни она ушла из жизни 29 августа 2018 года со словами «Я армянка, и я буду сражаться до конца». Семья Абрамян выражает слова благодарности всему персоналу Мэрии Мандельо Ланапуль и господину Леруа, полковнику Ливону Жильберу Миносяну, который представляет воинов Арцаха и Западной Армении, Гарнику Саркисяну, Мартиросу Шахбазяну, Мурсесу Наджиаряну, Виолетику Заросян, Лидии Маркосян, которые являются представителями правительства Республики Западной Армении, также житель Рожер Вартану Сармакешу, главному консулу Западной Армении Артену Шалафяну, всему персоналу государственного телеканала Западной Армении и многим другим. Семья Абрамян слова благодарности выражает отцу Таруну Черчану, который провел отпевание на похоронах Анаи Джанина Абрамян. Утром 6 сентября 1955 года турецкая газета «Стамбул Экспресс» была опубликована под заголовком «Дом нашего предка подвергся нападению с помощью взрывчатых веществ». Турки Стамбула, Анкары и Измира напали на христианское население городов. Особенно Стамбул, Бегулум, Курталуш, Самадские районы Стамбула, а также дома греков и армян, живущих на островах Стамбула, подвергались серьезным разрушениям. По данным турецкой прессы, во время событий 6-7 сентября были убиты 30 человек, а неофициальные данные свидетельствуют о том, что во время атак погибло 300 человек. В результате нападения было уничтожено 4214 домов, 1004 рабочих мест, 73 церкви, одна синагога, два монастырских комплекса и 26 школ. Кресты церкви, святилища и все другие объекты были также разрушены. В заявлении о событиях, произошедших 6-7 сентября, опубликованном Стамбульским офисом Ассоциации по правам человека, Комитетом по борьбе с расизмом и дискриминацией, говорится, что это было предпринято государством. Все это была тщательно организованная военная операция. Редактор армянских страниц газеты ОКОС Баграт Эстукян, ссылаясь на события 6-7 сентября, заявил, что служба национальной безопасности разработала программу и государство осуществило ее через хорошо подготовленную толпу. Бывший глава чешского правительства Иржи Пароубек подтвердил, что любая новая агрессия США против Сирии будет являться очередным нарушением международного права, цель которой продлить кризис в стране. Пароубек в статье, опубликованной чешским новостным порталом, написал, что последняя позиция президента США Дональда Трампа в отношении Сирии указывает на то, что он в принятии важных решений больше себя не контролирует. Политик отметил, что различные американские администрации снабжали террористические группировки в Сирии и Ираке новейшим вооружением для осуществления своей преступной и разрушительной деятельности, направленной против легитимных правительств этих стран. Пароубек считает, что несправедливая война, развязанная против Сирии, привела к тому, что сотни тысяч мирных жителей из-за нападений террористических организаций вынуждены были покинуть свои дома и земли. И сегодня для того, чтобы эти люди смогли вернуться, необходимо укрепить стабильность и освободить провинцию Идлиб от терроризма. Глава МИД Германии Хайко Маас провел переговоры с президентом Турции Реджебом Таипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, говорится в официальном твиттер Внешнеполитического ведомства Германии. Хайко Маас встретился с президентом Эрдоганом, прошли переговоры на тему двустороннего сотрудничества и на первом месте Идлиб, говорится в заявлении. Как сообщала Ия Регну, президент Турции Реджеба Таипа Эрдоган заявил, что для разрешения ситуации в сирийской провинции Идлиб необходимо сотрудничество с Россией. Специальный посланник ООН по Сирии Стефан Демистура призвал президента России Владимира Путина и президента Турции Реджеба Таипа Эрдогана сделать все возможное, чтобы предотвратить кровопролитие в сирийском городе Идлиб, пишет турецкая служба телеканала DVTV. Стефан Демистура отметил, что операция в Идлибе – это, по сути, последний крупномасштабный конфликт семилетнего сирийского конфликта, и они должны предотвратить его трагические последствия. По словам спецпредставителя ООН по Сирии, ключ к мягкому урегулированию проблемы Идлиба в руках России и Турции. Ранее стало известно, что российские военные силы принимают участие в целенаправленной бомбардировке сирийской провинции Идлиб, которая делается для освобождения города и провинции от вооруженных бандформирований. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Арарат и Халваканч в исполнении Нурайра Карташана. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok